Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Ольга Алексеева. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Освоение средств, реализацию национальных проектов обсудили на заседании Стратегического совета при главе Чувашии. От идеи до воплощения. Победители всероссийского конкурса «Большая перемена» встретились со специалистами IT-кластера. Вес имеет значение. В Чувашии установили пункт весового и габаритного контроля. Сегодня на заседании Совета по стратегическому развитию проектной деятельности обсудили реализацию в Республике национальных проектов, в том числе строительство новых детских садов и школ. В Чувашии таких проектов 11, кроме того, есть региональные. Их 51. Объем осваиваемых средств более 17 миллиардов рублей. Члены Совета отметили низкое освоение средств по четырем нацпроектам. Это проекты информационной структуры, безопасности дорожного движения, адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях и национальный проект «Демография». Основные причины неосвоения средств – некачественная проектно-сметная документация и затягивание конкурсных процедур. Устранить проблемы в будущем поможет служба единого заказчика. Москва строго контролирует финансовые потоки и намерена вернуть неиспользованные средства. По письменному заявлению Минфина России, все неосвоенные деньги федерального бюджета, выделенные в текущем году на осуществление бюджетных инвестиций, будут изъяты в резервный фонд правительства Российской Федерации. Что касается строительства новых детских садов и школ, то ситуация такова. В планах 9 детских садов. На них утверждена проектно-сметная документация объявленной конкурсы. Что касается садиков, из 530 миллионов запланированных федерального бюджета на этот год планируется неосвоение последующим объектом. Это 5 миллионов селу Аликово, детский садик на 240 мест. Далее у нас по Цивильску 3 миллиона будет неосвоение средств. Это садик 240 мест. Основной объем средств, которые мы не освоим, это садик в микрорайоне 14 по городу Чебоксар. Это 81 миллион. Два проблемных школьных объекта. Один в Шигарданах Батаревского района, другой в деревне Кошмаши Маргаушского района. Но если в первом случае есть вероятность освоения средств до конца года, то в Кошмашах не успевают сделать дополнительный проект по инфраструктуре, в частности дорогу к школе. По Кошмашам, конечно, ситуация тревожная получается складывается. Мы, коллеги, говорили по этому объекту тоже о тех вопросах, которые надо взять под контроль. Прошу здесь быть последовательными. Ольга Семенова, Маргарита Мельникова, Андрей Шоклев, Республика. И в развитии темы. В Чувашии установили пункт весового и габаритного контроля. Он находится на автомобильной трассе Сура в районе населенного пункта Низкосы Маргаушского района. Это тоже часть национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Это уже второй такой пункт в республике. Первый работает на дороге Чебоксары-Сурское в Алатарском районе. Особенность автоматических пунктов весового и габаритного контроля в том, что оборудование способно автоматически взвешивать автомобиль, определяя общую массу транспортного средства, нагрузку на каждую ось и расстояние между осями. И определяет габариты автомобиля без его остановки. Электронное информационное табло информирует водителей о превышении допустимых весогабаритных параметров транспортными средствами. Система сама передает полученные данные в Центр фиксации административных правонарушений. Такие пункты помогают сохранить дороги от разрушения большегрузами. Предельная нагрузка составляет от 6 до 10 тонн на ось. Первые три месяца пункт будет работать в тестовом режиме. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в республике до 2024 года появится еще шесть таких пунктов. Юлия Важенина, Вадим Владимиров, Республика. Глава Республики Олег Николаев встретился с уполномоченным по правам человека в Чувашии Сергеем Романовым и обсудил с ним первоочередные задачи. Сергей Романов приступил к исполнению своих обязанностей после утверждения его на сессии Государственного совета. Ранее он работал в Приволжской транспортной прокуратуре. Особое внимание и в этом стороны были единодушны. надо уделить проблемам, которые носят системный характер. Институт омбудсмена должен защищать права и интересы жителей республики. Объединение усилий будет работать на результат. Проект сохранения, изучения и развития чувашского языка, утвержденный на днях в правительстве республики, рассчитан не на один год. Это системная масштабная работа, позволяющая затронуть многие направления в области культуры. На эти цели направят более 28 миллионов рублей. Я думаю, вот это решение Кабинета Министров, оно совершенно правильное, потому что если мы, чувашки, сами не будем о себе думать, никто про нас думать не будет. Пока государство не будет помогать, этого развить не будет. И очень хорошо там, что в программе по культуре на ближайшие пять лет, вот впервые за последние десятилетия вспомнили о творцах, о композиторах, о писателях. Самая главная ответственность вот в этих творцах, если они придумают такое интересное, что люди захотят по-чувашски разговаривать, не надо их заставлять. Ну, со своей стороны, я вот когда решение Кабинета Министров вышло, я сразу про себя подумал, думаю, а я вот директор филармонии, что могу сделать? Вот, допустим, сайт, да, мы говорим, он на русском языке, но надо сделать, чтобы он был на чувашском, да, чтобы чуваши могли заходить, смотреть, и песни были, чтобы интересные, чтобы рок-опер была не одна, а десять их, чтобы был выбор большой, мюзиклы. Вот наша работа. Перед IT-кластером республики ставятся новые задачи. Подготовка и обучение кадров – одна из них. Сегодня специалисты в области цифровых технологий встретились со школьниками. Победителями конкурса «Большая перемена». Ребята рассказали о проектах, отмеченных на всероссийском уровне. Самое масштабное состязание среди школьников привлекло талантливую молодежь со всей России. Участвовали в конкурсе и ребята из Чувашии. Сегодня они собрались за круглым столом, чтобы обсудить качество своих проектов, насколько они готовы к реализации. Проектная деятельность, как никакая другая, раскрывает творческий потенциал. Ведь нужно не только придумать интересную идею, но и разработать механизм ее реализации, понять, где она будет востребована. Александра Григорьева хочет создать единую платформу, которая станет гидом для будущих абитуриентов. В «Большой перемене» я участвовала по направлению «Расскажи о главном». И в процессе участия в конкурсе у меня развивался проект профориентации. Сейчас я уже не нужна думать о поступлении, и я столкнулась с тем, что очень сложно разобраться во всех сайтах вузов и решить, куда тебе идти. Они, мне кажется, немного устарели. Все таблицы, они громоздкие, и сложно в них разобраться. Также я разрабатывала идею разработки такой платформы, на которой будут и профориентационные тестирования, и также она поможет ориентироваться среди СУЗов и вузов Чувашии. То есть ты выбиваешь, грубо говоря, предметы, которые ты сдаешь, направление, в котором ты хотел бы обучаться. Идея очень понравилась председателю правления Ассоциации по развитию информационных технологий в Республике Владимиру Лидерману. По его мнению, это поможет отчасти снять кадровый голод во многих отраслях промышленности. Если вот эта идея будет у нас реализована, ну, по крайней мере, вот у нас, как у Чувашских производителей, то есть у Чувашских предприятий, появится больше шансов получить вас, там, талантливую молодежь. То есть идея очень классная, масштабная, и ее нужно делать, и мы ее будем делать, в том числе в рамках IT-кластера. Спасибо вам за вот, ну, если хотите, давайте мы сделаем ее вместе. В рамках встречи для ребят была организована и экскурсия по IT-компании. Ульяна Пятакова, Александр Атяков, Республика. Сегодня в Доме дружбы народов состоялась научно-практическая конференция, посвященная памяти заслуженного деятеля культуры Республики Татарстан и Чувашской Республики, основателя и первого руководителя национально-культурной автономии татар Чувашской Республики Ферита Гебаддинова. Его не стало в июле этого года. Неожиданная смерть стала тяжелой утратой для его родных и близких. Ферит Гебаддинов активно развивал национальную культуру, сохранял обычаи, традиции, много сделал для продвижения татарского языка. Он был инициатором проведения в Республике народных праздников Сапандуй и Курбан-Байрам. Конечно, Фальтаблуч, он патриот своего народа, своего татарского народа. И, конечно же, Фальтаблуч, он был человеком искусства. Он горевал и всегда переживал за искусство нашей республики и, конечно же, за наши традиции. Фальтаблуч был добрым, отзывчивым человеком. Межкультурный диалог продолжают теперь его последователи. На конференцию приехали ученые, писатели, поэты из соседнего Татарстана. Была представлена книга Ферид Гибаддинов «Урмаевская модель сохранения культурно-исторического наследия татар-мешарей». Звучали литературные поэтические сочинения чувашских и татарских поэтов. Мы собрались сегодня вспомнить, кем же был Фарид Гибаддинов, посмотреть с разных ракурсов на жизнь, которую он прожил, на работу, которую он проделал за это время. Вышла книга «Воспоминания». Там, кто знал Фарида Гибаддинов, пишут свои воспоминания. Завтра в селе Урмаево Комсомольского района на родине Феррида Абдуловича будут установлены две мемориальные доски в его честь. На детской школе искусств, которой он руководил много лет, и на Урмаевском сельском доме культуры. Плетением в Чувашии занимаются с давних времен. Это один из немногих народных промыслов, где красота успешно сочетается с утилитарностью. Таких мастеров в республике немного. Андрей Чердаков – один из них. Плетение – это хобби и заработок. Для плетения корзин идут, которые хорошо гнутся. Такие вот, например, прутья, они идут, можно так рукой показать, идут на основании. Начинаем как бы с основания. Крестом с двумя прутьями начинаешь плести, чтобы основание было крепче. Так за один день Андрей может сплести две корзины. Они имеют разные формы, но основа у них одна. Всерьез плетением он занялся три года назад. Раньше только помогал отцу. Изготовление корзин у Чердаковых – дело семейное. Круглые и вот эти овальные шаблоны, квадратный шаблон. Приделся отец мой. Один раз показал, как делать мне квадратные корзины, как плести ее. И потом я начал плести эти корзины. Первые корзины у меня вот такие, они получались не очень хорошими. Потому что там были только ивовые прутья, вот такие, которые вот тут есть. А прутья я собираю такие во фрагах, где текут речки маленькие, где они растут. И в этом помогает собирать мне моя семья. Корзины на селе – вещь необходимая. В них можно собирать картошку, хранить в погребе лук, яблоки и многое другое. Творчество приносит прибыль. Корзины покупают соседи. Используют их и в декоративных целях. Ни одно из изделий не пылится в углу в ожидании покупателей. Лесники усилили охрану хвойного молодняка перед новогодними праздниками. Причина понятна – воспрепятствовать незаконной вырубке елей. На дорогах тоже будет контроль. Время от времени машины будут осматриваться. Незаконная рубка деревьев грозит штрафам гражданам в размере от 3 до 4 тысяч рублей. Должностным лицам – от 20 до 40 тысяч рублей. Организациям – до 300 тысяч рублей. Если нарушитель срубил ель при помощи, к примеру, бензопилы, то административный штраф увеличивается от 4 тысяч до 5 тысяч рублей. При этом инструменты будут конфискованы. Если два дерева, то нарушение будет считаться уголовным. Это были главные новости вторника. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова